здравствуйте дорогие друзья садоводы сейчас идет много вопросов по тому почему заворачиваются листья наверху и резко снижается зависть на томатах ну что я хочу высказать на этот счет свою точку зрения я как-то весной проговорился при съемках одной программы что отсутствие зимы прошлый еще выйдет нам боком в обычных нормальных условиях в зимний период земля у нас промораживается и в ней уничтожаются возбудители различных болезней вирусы бактерии возможно грибы и так далее а вот в этом году как в воду глядел получилось вот такая вот вещь если посмотреть на состояние томатов то большинство листьев на верхушках у них имеют вот такой вот вид вот видите завязи образуются очень плохо томаты практически не растут и с урожаем в этом году с хорошим можно распрощаться вот типичные картины что это такое ну кто-то говорит что это избыток удобрений азотных кто-то приводит другие какие-то моменты а я склоняюсь к тому что это вирусное заболевание это вирус курчавости вершин томатов бороться с этим уже невозможно бороться нужно было раньше ну я вам показываю в своих видео не только какие-то результат которых мы добиваемся но и говорю о проблемах которые возникают так вот как можно было уйти от этой проблемы в чем собственно говоря моя вина вина в спешке нужно было хорошо подготовить почву знал что обеззараживание почвы холодом не произошло нужно было хорошо обработать почву биопрепаратами типа байкала триходермина но прочих то почему поспешил ну вроде бы температура почва уже была хорошей для посадки рассада подрастала и ну поспешили посадить а надо было тщательно большими дозами того же байкала м обработать почву за неделю хотя бы дать препарату подействовать а потом уже сажать и это возможно избавило бы от вот такой невзрачной картины причем эта картина не только у нас я почему снимаю это видео потому что это видео характеризует но и томаты у соседей вот у сестры посмотрел я я не стану снимать это картина примерно похоже даже у человека который занимается этим можно сказать профессионально проблема это не не сжилась и она говорит что в общем урожайность дай бог 1 3 от обычной останется не все томаты подверглись воздействию этого возбудителя можно ну может быть как сад не все может быть одни в большие другие в меньшей степени некоторые вот завязываются растут но это несколько убого по сравнению с прошлыми годами делали все как всегда как говорится поговорки не было никогда такого и вот опять других причин я не вижу потому что но я уже сказал что все выращивалась по тем технологиям которые были вот эти вот которые я сказал поменьше подверглись воздействию на которых еще томатики вот завязываются эти были посажены собственными семенами ну по обмену сестрой было посажено несколько томатов и в я сейчас даже не знаю их сорта но вот они в меньшей степени подверглись воздействию болезней и на них томатики есть но все равно вид какой-то у них не очень здоровый ну что-то с них еще получится а есть то есть томаты которые были посажены прекрасной рассадой вот я вам сейчас его показываю на нем вообще не завязалось практически плодовых кистей вот такой вот здоровый томат под самый потолок весь стебель без плодовых листов вот первая кисть у него завязалась ну как и завязалась она вроде как бы завязалась только толку никакого вот совершенно пустой ствол томатный вот только где образовалась первая кисть совершенно дико вот такая ситуация у нас с томатами ну что-то вырастет что-то завязалось конечно хорошего урожая мы уже не получим удалять эти кусты уже не поднимается рука бог с ними пусть растут будем за ними ухаживать в обычном порядке а там как говорится что бог даст вот здесь у меня сидят два куста название уже не помню это какой-то сибирской селекции который не требует ни подвязывания ни посынкования ничего вот на них помидорчики появляются единственные какие кустики более-менее глаз радует это кустики черри вот один сорт вот такой продолговатый 1 1 вот такой которым тоже были посажены собственными семенами но я вам об этом говорил что я в принципе их делал тоже из покупанных семян оставлял ничего пошли нормально плодоносит и кстати говоря выглядит довольно таки симпатично ну в общем что-то вырастет что-то уже совершенно не вырастет что-то уже пора в общем-то и выбрасывать вот такая вот ситуация так что отсутствие настоящей русской зимы я так считаю свой результат дало профилактические мероприятия своевременно применены не были почему я говорю о своевременном применении вот этих препаратов по улучшению почвы потому что но это биопрепараты это смеси различных микроорганизмов грибов дрожжей и так далее которые заселяют землю и начинают бороться с различными вредителями но многие забывают о том факте что так как это биопрепараты они должны работать в определенных условиях температура при их применении должна быть не ниже 20 градусов для того чтобы бактерии грибы и дрожжи развивались если это сделать по холодной земле толку не будет практически никакого что получилось и у нас я в принципе байкал применил но применил его очень рано и зная о том что я применяю очень рано ну спешка 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 вот такая спешка привела вот к такому результату я так считаю это мое мнение может со мной соглашаться не соглашаться все на этом я с вами прощаюсь сделать мы уже сейчас ничего не сможем скорее всего это на будущее надо иметь ввиду применять биопрепараты нужно будет как только освободиться почва ну я не думаю что это будет где-то в октябре в ноябре то есть когда еще тепло тогда можно осенью очень хорошо обработать этим берем биопрепаратами и перед высадкой рассады обязательно применять эти биопрепараты но как я уже говорил в определенное время с определенной температурой если мои советы пригодятся буду только рад подписываться на канал и до свидания ребята будьте с удачей